Глава вторая. С тех пор, как неизвестные диверсанты надпилили трос бура, прошла ровно неделя. Рик возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. — Рик, — возбужденно заговорила она еще издали, — как хорошо, что ты вернулся пораньше. Папе звонят из Америки. Какое-то важное сообщение. А его еще нет. Сбегай за ним, пожалуйста. — Хорошо, иду. Будь осторожен. Рик бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться по противоположному, более крутому и усыпанному обломками скал-холму. После прожитых в Израиле двух месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. — Хорошо еще, что сейчас светло, — подумал про себя мальчик. Террористы ООП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок. Он достиг гребня холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже, за скалой, спускающейся к самой дороге, засели трое мужчин в тюрбанах. У всех были на готове ружья. — На кого же среди бела дня могли ополчиться бандиты? На дороге показался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. — Жизнь мальчика висела на волоске. — Еще мгновение! Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. — Это именно то, что мне надо, — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону. — Эй! — закричал он. — Берегись! Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили. Прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все трое бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал взбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. Вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним? Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясенный, Рик все еще сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. — Я заметил этих арабов только когда ты спустил вниз лавину. — Если бы не ты, все могло закончиться очень плохо, — с благодарностью произнес он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос. Только его лицо еще не приняло привычной смуглой окраски после пережитого испуга. — Кажется, я тебя здесь еще не видел, — начал знакомство Рик. — Мы только недавно приехали, — ответил его собеседник. — Мой отец будет работать на буровой установке. И мой отец работает там же. Я — Рик Макрей, а меня зовут Рувим Нортштейн. Мой отец только что приехал из России. А мама и я уже некоторое время прожили в США. Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. — Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной? Мальчики проворно спустились по узкой извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови, но вдруг, словно о чем-то вспомнив, побежал к джипу. — Быстрее! — взволнованно позвал он Рика. — Я догадываюсь, зачем мне звонят. До завтра, Рувим! На ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одной из домиков рабочего поселка, расположенных непосредственно за буровой вышкой. — Встретимся в школе. До завтра! Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через десять он пришел на кухню, где его с нетерпением ждали жена и сын. — Я предполагал, что так будет, — задумчиво произнес он. Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе. — Насчет саботажа? — спросила мать. — Нет. Хотя связь здесь, конечно, существует, но это дело чрезвычайной секретности. Мы обнаружили большие залежи нефти уже на прошлой неделе. Но ведь вы все еще... Все еще бурим? Да, действительно, мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за два года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие. — Здорово! — воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Арабы боятся, что наш промысел понизит уровень нефти их месторождений. — Разве это возможно? — удивленно спросил Рик. — Здесь достаточно нефти для всех. — Что тебе все-таки сообщили из Америки? — поинтересовалась мать. — Компании нужен полный отчет от здешней ситуации из первых рук, так сказать. Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк. — Но ты не оставишь нас одних, правда? — испуганно спросила мать. — Завтра из Тель-Авива приедет Бен Сильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие. — А вы с Риком на несколько дней переселитесь в одну из временок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной, — представил свой план отец. — Ну, хорошо, — немного успокоившись, согласилась мать. — Мы будем помнить, что нас хранит Господь. Сразу после ужина она начала собирать мужник чемодан, а тот на прощание давал последние наставления Рику. Будь внимателен, если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщая Сильверману. — Понятно, — торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки, но и он был уверен, что Господь поможет ему. Продолжение следует...